Джереми Кларксон вообще очень крутой, но не все это еще понимают. Взгляни на эту фотографию. В принципе, у меня все. Тем, кто видит его впервые, может показаться. Старый алкаш в потертых джинсах и гладко выглаженной рубашке, которому не разрешают курить в кадре. Но спустя всего несколько выпусков Топ Гира или Гран Тура, понимаешь, это настоящий автомобильный гуру с легкостью, генерирующий абсурдный текст и при этом сохраняющий невозмутимое лицо. Ему плевать абсолютно на все. Он делает то, что говорит, а говорит то, что думает, а мысли у него на уме довольно самобытные и не общепринятые. В свете всего этого становится еще более интересно, какие автомобили этот одиозный телеведущий считает лучшими в мире. Полагаю, что те, которыми сам владел или владеет. В этом ролике я расскажу вам маленькую часть автоистории самого известного обзорщика в мире Джереми Кларксона. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра, друзья! А перед выпуском небольшое объявление. На канале Стройплощадка вышла новая серия. В прошлый раз старенький трактор Фэнд фермера Марка попал в жуткую аварию. Сегодня вы увидите, как компания будет выходить из этой непростой ситуации. И не забывайте, вся техника – это модели на пульте управления, а все действия происходят на настоящем макете, все элементы которого выполнены вручную. Подписывайтесь на канал и помогите главному герою сделать выбор. Именно от ваших комментариев зависит сюжет следующих серий. Ссылка в описании. На самом деле Джереми не любит рассказывать о своих автомобилях. Но благодаря некоторым оговоркам и сообщениям в социальных сетях, все же можно подчеркнуть информацию о его любимых автомобилях. Так, самый любимый, судя по тому, как Кварксон по-прежнему вспоминает о нем с теплотой в словах, это его первый Ford-картина Mark II. Родом из далеких 60-х, в то время он пользовался вселенской популярностью и считался спортивным, несмотря на то, что под капотом у него был всего 1,6-литровый мотор на 88 сил. В свое время Кварксон купил его у деревенского Маллера за 900 фунтов. К слову, этот Ford до сих пор находится в его коллекции, за что Джереми частенько подвергается искрометным нападкам со стороны Мэя и Хамонда. А вы с таким же трепетом относитесь к своей первой девятке или что у вас там было? Давайте напишем о своих первых стальных возлюбленных в комментариях под этим видео. Любовь – это хорошо, но водить хочется что-то чуть менее напоминающее сельскую повозку. Этот Volkswagen был просто быстрее Форда, и Джереми с удовольствием на него пересел. Сразу он хотел, конечно, взять Golf GTI, но выбор будущей знаменитости пал на Сирока. На базаре за Донкастером не оказалось гольфа. Но именно за рулем модного Сирока, кстати говоря, Джереми впервые самостоятельно выбрался в столицу, где перед ним и открылись большие перспективы. Но Лондон не смог убить в Джереми любовь к мощным и веселым горячим хэтчбекам. Чуть подзаработав денег в танцевальное диско 80-е, он купил чуть ли не самую экстремальную модель Форда того времени – Escort RS Cosworth. Эта грубая, словно старый кирзовый сапог Sierra в костюме Escort понравилась Джереми так сильно, что у него их было сразу две из чуть более 7000 выпущенных экземпляров. Неудивительно, достаточно скромный с виду и компактный автомобиль оснащался полным приводом и двухлитровым турбомотором, развивающим 217 лошадиных сил. Это позволяло ему выпуливать до сотни за 5,8 секунды. Ко всему прочему, звук его выхлопа заставлял трястись в стекла близ лежащих домов. Этот автомобиль просто не мог не прийтись по душе Кларксону, потому что был крайне схож по характеру с импульсивным телеведущим. Неудивительно, почему он стал любимым автомобилем Джереми и в 90-е. А еще говорят, что этот Ford единственный, кому ведущий дал имя. Если интересно, перед вами Гарри. Следующая стальная любовница Джереми была уже намного дороже, но, как ни странно, не намного быстрее. Успех в журналистике и на телевидении позволил купить автомобиль мечты – Феррари. Прямо во время съемок эпизода об этой машине. Это была заднеприводная F-355, под капотом которой установлен 3,5-литровый V8, способный развивать, не поверите, 355 лошадиных сил. Итальянский спорткар набирал сотку за 5 секунд. К сожалению, мечта оказалась мечтой идиота. Так как Кларксону очень скоро пришлось с ней расстаться. Причиной стали частые остановки полицейскими, внимание которых красная Феррари привлекала намного больше, чем нужно, а также постоянные дожди в Британии. Отзатекавший в салон кабриолета воды не спасал даже складной матерчатый тент. За 130 тысяч долларов – весьма сомнительное удовольствие, поэтому машина вскоре была продана с аукциона. Но еще она открыла для Джереми мир Феррари, в который тот на долгие годы безнадежно влюбился. В следующем был куплен автомобиль, в который больше никогда не затечет вода в дождливую погоду, и который также будет продолжать радовать ветерком под солнышком. Выбор пал на Mercedes SL55 с жесткой складной крышей и компрессорным V8 производства придворного тюнингового ателье AMG. Такой же, кстати, был и у основателя Apple Стива Джобса. 460-сильный V8 с турбонаддувом мог ускорить двухтонный ростер до сотни всего за 4,5 секунды и продолжать делать это до отметки 250. Если же снять ограничитель, максимальная скорость достигала бы 300 км в час, но в Великобритании так гонять попросту негде. Это был следующий автомобильный роман Джереми Кларксона, сделавший из него большого фаната заряженных Mercedes под шильдиком Black Series, также близких ему по духу. Как говорил сам Джереми, это монстр, в Феррари нет. Шли годы. Топ-гир семимильными шагами обретал мировую известность, и на этой волне Кларксон захотел приобрести себе новую игрушку. Снова Ford, но на этот раз эксклюзивный GT, подготовленный к столетнему юбилею марки по мотивам легендарного гоночного болида 24 часов Лимана Ford GT40 60-х годов. Ради этой амбициозной идеи Кларксон даже смог выбить себе место в очереди Шорт-300 для тех нескольких автомобилей, которые будут импортироваться в Великобританию для официальных клиентов, которых Ford посчитает достойными владельцами. Быть в их числе Джереми помогло лишь личное ознакомство с главой отдела по связям с общественностью Ford в Великобритании. Но выждав годовую очередь и даже столкнувшись с возросшей ценой, Кларксон все же заполучил во владение автомобиль без единого изъяна, как он полагал ранее, но вскоре обнаружил множество технических проблем суперкара. Он вернул его Ford для полного возмещения, но потом, пообщавшись с поклонниками Топ-гир, снова выкупил свой GT обратно, чтобы разнести его в клочья. Он назвал его самым ненадежным автомобилем из когда-либо сделанных. Кроме того, роскошная машина оказалась слишком широкой для британских дорог и слишком прожорливой даже для небедного Кларксона. Джеймс и Ричард даже подшучивали над ним, что когда Джереми заправляет свой Ford, то он похож на чайник. Когда он заправляет свою машину, он похож на чайник. Джеймс, у меня кончились деньги. Когда же к этому всему добавились проблемы с электрикой, ведущий без сожаления расстался и с этим автомобилем. Однако автоконцерн Ford Motor Company, владеющий тогда и Астон Мартин, одолжил Кларксону в качестве извинений за GT свой ДБ-9. Они надеялись, что выскочка Джереми вернет его еще быстрее. Но 6-литровый V12 производил почти 500 лошадиных сил, чего вполне было достаточно для 300 км в час и размена первой сотни всего за 4,8 секунды. Это не могло оставить Кларксона равнодушным, несмотря на случайное попадание суперкара к нему в руки. Кроме того, машина ему понравилась еще из-за присутствия в ней тонкого английского духа. Позже он сменил его на более крупный вираж, также с двигателем V12, назвав его идеальным представителем марки. Джереми уже было не остановить. В 2006 году у него в гараже появился Lamborghini Gallardo Spider. Парксон описывает его как грубый и прочный спортивный автомобиль по сравнению с деликатными и тонкими Ferrari. Пародистые быки также звучат не от мира сего и имеют крутой норов, а значит идеально подходят Кларксону. Впрочем, частенько эту машину брала покататься его жена. В августе 2008 Джереми продал и Gallardo, потому что, как он выразился, идиоты в Peugeot продолжали пытаться участвовать в гонках с ним на нем. Сделал он это, чтобы освободить место для нового монстра. Mercedes-Benz CLK63 AMG Black Series, который, по мнению большинства экспертов, далеко не безупречная машина на каждый день. Но у Кларксона на этот счет был другой взгляд. Он постоянно нахваливал автомобиль, жгущий резину и испытывающий проблемы с аккумулятором, потому что ему безумно нравилось это. В мире нет ничего вечного. Как-то в твиттере Джереми появился пост. Это печальный день. Я только что продал свой черный AMG. Надо думать, что это был один из его любимых автомобилей. Впрочем, в гараже Джереми были и другие Мерси. Кто бы мог подумать, что злоба станет поводом для покупки одного из них. Однако именно из-за желания досадить Джеймсу Мэю, купившему Porsche Boxster, Кларксон приобрел SLK55 AMG. Машину лучше и быстрее, по его мнению. Также в 2011 году в автопарке Джереми был замечен впечатляющий Мерседес SLS AMG Roadster с мощным 6,2 литровым двигателем V8, который мог разменивать первую сотню всего за 3,8 секунды и разгоняться до 320 км в час. Но Кларксон его не сильно засвечивал публике. В любви к Вольфу XC90 Джереми Кларксон признавался не раз. У ведущего было четыре таких. Первый кроссовер шведов – лучший семейный автомобиль, по мнению Кларксона. Он как-то даже сказал, что это единственный автомобиль, который создал инженер, у которого правда есть дети. Страсть вспыхнула с новой силой после обзора второго поколения. Сначала он скептически отнесся к новой модели, но позже оценил оснащенность, стиль, большое внутреннее пространство и тихий шепот дизельного двигателя. Джереми говорит, что он возит на нем своих шестерых детей в школу. Интересно, возвращается ли он потом домой, чтобы поменять машину и поехать на работу. Если у вас никогда не было Альфа-Ромео, пусть даже это будет переделанный пиат с другим шильдиком, вас нельзя назвать правильным автосексуалом. У Кларксона такая была еще в юные годы, когда автожурналистика начала давать стабильный доход, но мировой известности еще не было. Это была GT V6. Машина, которая научила Кларксона любить автомобили. Это по сути своей одно и то же, что влюбиться в Дженни из Фореста Гампа. Смысла ноль, а последствия остаются. Но это рай на колесах, двигающийся под аккомпанемент самого нежного, мягкого и мелодичного двигателя на планете. Во время съемок эпизода Гранд Тур, в котором Джереми вновь встретился с этим автомобилем, он не смог сдерживать слез. Настолько любит он душой эту Альфу. После сюжета он сказал, Когда мы заканчиваем эту работу, использованные нами машины отправляются... Я понятия не имею, куда они отправляются. Но я знаю, куда отправиться вот это. Ко мне домой. McLaren 675LT. Еще одно редкое авто в гараже ведущего. Экстремальный суперкар стоимостью 350 тысяч долларов появился у Кларксона, когда еще не успели высохнуть чернила после подписания контракта с Амазон на съемку Гранд Тур. Что сказать, большой ребенок этот Кларксон. Джереми Кларксон также известен тем, что не особо любят, если не сказать, что и вовсе ненавидят Porsche 911. Однажды он даже зашел так далеко, сказав, что он слишком хорошо обеспечен, чтобы позволить себе когда-нибудь ездить на нем. Несмотря на это, он все равно купил один из них, так как был замечен в нем на благотворительном вечере Help for Heroes в 2013 году. Как говорится, делайте выводы в комментариях под этим видео. Были в гараже Джереми и модели BMW. Например, М3 CSL в кузове E46 телеведущий назвал истинным воплощением BMW. Эпизод с этой машиной снимали на британском острове Мэн, где нет ограничения скорости на дорогах. Не исключено, что именно такого типа тест-драйв всподвиг телеведущего на покупку. Еще раньше у него была BMW E9, также с гоночной приставкой CSL, за характерную внешность, придаваемую ей всеми обвесами, прозванная Бэтмобилем. Эта машина стала классикой, выпущенной в 1265 экземплярах, но Джереми купил и продал CSL еще до того, как цена на них взлетела до небес. В свое время это был очень интересный маленький автомобиль с рядным трехлитровым двигателем на 200 лошадей, в котором инженеры применили самые смелые решения для снижения веса, вроде алюминиевых дверей и пластиковых стекол. Еще молодым мистер Пауэр любил быстрые тачки. А еще Кларксон любит возвращаться к истокам. В 2015 году, как раз на пике скандала с Дизельгейтом, автозвезда приобрела Volkswagen GTI. Легендарный горячий хэтч, который Джереми всегда ценил по достоинству за совокупность его характеристик и демократичной цены. И машиной этой он остался очень доволен, несмотря на всю тогдашнюю шумиху вокруг Volkswagen. А когда-то Джесс закатался на Honda CRX. Это подтверждает, что несмотря на доступ к более премиальным, быстрым и дорогим авто, у Кларксона просматривается любовь к сбалансированным во всех смыслах машинам. У CRX было все. Маневренность, производительность, экономичность. Это был скоростной и спортивный автомобиль, который к тому же был ренессансом Хонды на фоне серого и плоского Civic. А когда у телеведущего нет настроения дубасить, он берет дизельный ренч-ровер TD V8 Vogue. Хотя, как сказать. Несмотря на то, что это роскошная классика, оснащена она V8 с двойным турбонаддувом. Да, он менее мощный и веселый, чем его бензиновая версия, но зато имеет куда более скромные аппетиты. Этот автомобиль имеет возможность взбираться на горы, пока вы сидите внутри, помешивая сахар в чайной чашке. Именно на нем Кларксон проводит большую часть времени в поездках. Да, роскошь Джереми тоже ценит. Как иначе объяснить факт его владения Mercedes 600 Grosser, легендарной машиной, которая красовалась в гараже у таких звезд, как Джек Николсон и Элвис Пресли. Шестиметровый автомобиль, который оснащается всем необходимым. Кондиционером, полным электропакетом, двойными стеклами и многим другим. Да, этот Бегемот совершенно старомоден. Он использует гидравлику, а не электрические двигатели для перемещения сидений, дверей и окон. И это одна из причин, почему Кларксон так сильно любит его. А еще Кларксон очень любил свою жену и покупал ей только самые хорошие машины, которые, по его мнению, ей больше подходят. На каждый день для миссис Кларксон он в свое время взял простой и надежный Вольво. Износостойкий, мягкий и, конечно же, безопасный, который та прозвала Терминатором за его неубиваемость. А для того, чтобы его малышка отрывалась на выходных, как нельзя лучше подойдет компактный британский ротстер Lotus Allies 111C, который невозможно не любить за отлично настроенное HSC. Также возлюбленная Кларксона владела такими автомобилями, как BMW Z1 и Catterham 7 R500. Сам же Джереми никогда не скрывал своей любви к Ягуару. «Если вы хотите расслабляющую и стильную поездку, ничто даже близко не приближается к Ягуару», неоднократно заявлял Джеза. Также он не скрывает, что испытывает головокружение и возбуждение, когда садится за руль этих машин. Когда-то он владел Ягуар XJR 98-го года с двигателем V8. Он был продан на аукционе. XJ6 тоже не стал исключением, а до них у Джереми был XJR 4.0 95-го года, который был чрезвычайно мощным, благодаря своему 4-х литровому двигателю с наддувом спортивной модели. Если говорить о настоящем времени, Хларксон вплотную занялся фермерским хозяйством. Теперь у него в почете несколько иные автомобили. Например, он владеет трактором. Lamborghini, конечно. А еще он не смог распрощаться с модифицированным для плохих дорог во время съемок спецэпизода Grand Tour Bentley Continental GT. Его он забрал на свою ферму, ровно как и Mercedes SL на базе Land Rover Discovery из 9 серии первого сезона Grand Tour. На нем по ферме колесит его новая подруга Лиза Хуган. И самое интересное, что это еще не весь список автомобилей, которым владел или владеет Шоумен и главный обожатель всех автомобилей в мире Джереми Кларксон. Например, я не упомянул о Toyota Land Cruiser, который был у Джеза в конце 90-х годов. Он ему не очень понравился из-за того, что был необоснованно прожорлив и похож на костюм, который обшили наждачной бумагой. Друг, если тебе понравился выпуск, ставь лайк и пиши в комменты хэштег больше Кларксона, если хочешь еще видеть мои ролики об этом безбашенном любителе автомобилей. Ну и до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok